На цифровой карте Иркутской области все меньше белых пятен. Стабильная сотовая связь появилась в деревнях Ключи, Хандагай, Инга, поселке Мотободары и селе Саянском Черемховского района. Ну сотовой связи здесь нет. Совсем нету? Ну прокручится, постараемся найти. Сегодня в Ключах проживает 200 человек. Работают в основном на местного производителя. В деревне функционирует детский сад, начальная школа и даже дом культуры. А вот мобильная связь остается большой проблемой. Если возникает необходимость позвонить, людям приходится придумывать разные лайфхаки. Если позвонить нужно, то просто ложишь телефон в одно какое-то место и в какой позе застал связь, в то и разговариваешь. Да, есть возле клуба, кто-то ходит на интернет, на связь хорошая, чтобы куда-то выйти, с кем-то поговорить. В Иркутской области остается потребность в обеспечении услугами мобильной связи более 300 малонаселенных пунктов. Провайдеры не готовы самостоятельно обеспечивать связью малые поселения, так как стоимость установки одной вышки сотовой связи обходится дорого. При этом цифровизация малонаселенных пунктов – задача государственного масштаба. Выручают усилители сигнала, так называемые репитеры, которые при меньшей себестоимости дают стабильный сигнал. Вот GSM-репитер, усилитель сотовой связи он же. Репитер – повторитель с английского. Репит – повторять. То есть он что делает? Он у нас повторяет нам сигнал базовой станции. Обеспечить людей связью помог депутат Государственной Думы Сергей Тен. Во время моей работы в отдаленных территориях избирательного округа один из самых задаваемых вопросов, который звучит – это доступность наших земляков, которые проживают в небольших населенных пунктах, доступность к тем возможностям, которые предоставляет сегодняшняя цифровизация. Конечно, у наших граждан, у людей должна быть одинаковая возможность для использования современных способов цифровизации, независимо от того, где люди проживают – или в городах, или в крупных городах, или в небольших населенных пунктах. Мы будем на эту работу продолжать. Наказы избирателей удается реализовать благодаря государственно-частному партнерству и федеральной программе «Устранение цифрового неравенства».